Николай Дрихлова из Казани. Ну, глупо спрашивается, кого сегодня будет болеть Айк. Но обещал он нам быть во время комментаторского своего дебюта максимально непредвзятым. Итак, первый раунд. Три раунда по три минуты. И Данил Циренов открывает этот поединок с шикарным броском в клинче. Майк Данилян хоть и каратист профильный, но знает, что такое клинч. В прошлом году он его опробовал именно на ринге красных баков. Точнее, я его не пробовал, я защищался от него. От него спасался. Тогда соперник Майки Даниляна был Виктор Кудряшов, который только что был у нас на комментаторской позиции. Но здесь Данил Циренов просто в клинче разрывает своего соперника Николая Дрихлова. Причем Дрихлов это тоже профильный боец тайского бокса. Но пока у Данила Циренова явно есть преимущество в одном из излюбленных компонентов тайбоксера. Но летает тут на своего соперника Данила Циренов. Видно, что заряжен. Парень, похоже, это Айк Данилян так накачал Данила Циренова, который сейчас в стиле своего сенсея. Хочется решить первые минуты. Если только вчера и психологически. Вчера было у нас легендарное взвешивание, на котором поучаствовали Ирик Кудряшов и Айк Данилян. Ну и, конечно же, разговаривали мы там с бойцами. Данил Циренов так держался скромно. Хотя в последнее время этот парень из Дрозамаса настоящая звезда социальных сетей. Все бросают ему вызовы, включая Николая Дрихлова, который несколько месяцев назад записал видеообращение к Данилу и вызвал его на бой. Данил Циренов, естественно, бой принял. И сегодня эти парни сражаются на ринге красных баков. Хорошо. Классная боксерская двойка от Циренова. И тут же клинч, который, как мне кажется, сейчас мог бы быть спасительным для Николая Дрихлова, но он начал пропускать колени. И Анна Карева открывает счет. Ну, взгляд, по-моему, у Николая Дрихлова достаточно чистый, свежий. Он явно этот бой продолжит. Да, он готов продолжать, но я думаю, животик он ему зацепил. И сейчас Данил постарается добить. Как опытный боец, скажи, если ты попадаешь сопернику в живот и даже обрушиваешь его в нокдаун, есть ли смысл бить именно туда же? Или все-таки лучшие этажи поменять? Лучшие этажи поменять, конечно, и запутать соперника. Сделать несколько таких, так скажем, фальшивых ударов в голову и снова все равно перевести на его слабое место. И акцентировано по корпусу. Но сейчас Данил Сиренов пробил несколько ударов в голову сопернику, пока до корпуса дело не доходит. И тяжело сейчас Николаю Дрихлову. Колено в прыжке от Николая Дрихлова. И здесь теряет равновесие Николая от своего же удара. Данил Сиренов, несмотря на скромные габариты, сегодня просто как танк брет на соперника. Лоу-кик от Даниила Сиренова. И совсем мы ничего не видим в первом раунде от Николая Дрихлова. Под натиском Даниил, он просто потерялся. Как спасаться сейчас Айка Николая Дрихлова? Я думаю, ему как минимум нужно двигаться. Мне кажется, он застаивается на месте. Да, и гонг. Сейчас гонг спас Николая Дрихлова. Он застрял в нейтральном углу. И Данил Сиренов начал там соперника разбивать. Ну, шикарный раунд для Николая Данила Сиренова, который должен забрать его со счетом 10-8. Тяжело будет Николаю Дрихлову в этот бой вернуться. Доволен должен быть Айк Даниилян. Представитель его команды активно набирал очки по ходу первого раунда. Успел оформить нокдаун. И попытается свой успех развить в раунде под номером 2. Кстати, секундирует Данила Сиренова его отец. Роман Сиренов, также в прошлом боец профессиональный. Неоднократно покупавший на турнире фантастическому боксу. Николая Дрихлова секундирует Роман Садыга. Старший тренер клуба «Легион», который представляет Николай Дрихлов. Ну вот о казанском Муай-Тай мы пока знаем не очень много. Как ни странно, Татарстан не на лидирующих позициях в этом виде спорта. А что касается Кюкушанка и карате, Айк, казанские бойцы в Кюкушине, насколько себя ярко проявляли? Ну, в целом, такой среднечковый уровень, так скажем. Не сказать, что прям... Никстова, никстова, прямо скажем. Ну, себя я хвалить не буду, конечно, но, так скажем, средний уровень по России. Ну вот сейчас Даниил Цирионов показывает высокий уровень Муай-Тай из Тарсамаса. Напомню, что он представляет именно этот тур в Нижегородской области. Еще один шикарный бросок клинча Даниила Цирионова. Аж загремел у нас в канвас после падения Николая Дрихлова. И бросается Даниил Цирионов на соперника лоу-кик от бойца в синем углу. Не так много мы с вами видели ударов по нижнему этажу в раунде по номерам один. А это тоже опасное оружие, которое как и в тайском боксе, так и в Кюкушинкай карате бывает просто смертельно опасным для соперника. Причем, как любят говорить эксперты, единоборство наносятся лоу-кики в карате и в Муай-Тай. Абсолютно по-разному, но одинаково опасно. От пропущенных ударов у парня в красном углу у него уже видно, что движения все замедлились. Это все сказывается именно пропущенные удары по корпусу. И локоть сейчас еще вылетел у Николая Дрихлова. У него и нос распит, и здесь дальние руки поменяв стойку пробит. Ему нужно спасаться только двигаясь. Он застаивается на месте, ему надо двигаться. И клинч ему тоже не помогает. Даниил Цирионов себя в этом планете. Опять пропустил печень. Шикарно чувствует и в голову еще поднял Цирионов. Сейчас просто закрывается в коробку Николая Дрихлова. Ана Карева открывает счет и совершенно делает это справедливо. Близок Даниил Цирионов к тому, чтобы оформить досрочную победу. Первые два боя сегодня, напомню, в рамках Кубка Никиты Чернова завершились досрочно. Ивашнев накуутировал вертушки Александра Морозова. А Тахир Токарев летящим коленом срубил своего соперника Олега Голосова. Даниил Цирионов сейчас тоже идет за нокаутом. Посмотрим, успеет ли он до конца троу-раунда его оформить. Николай Дрихлов сейчас просто выживает. Классная атака Даниила Цирионова. Но совсем ничего не получается у Николая Дрихлова. Сейчас как-то даже хочется подсознательно поболеть за этого парня. Он слишком много пропускает. Так, поскользнулся Даниил Цирионов. Что, может быть, спасло Николая Дрихлова от очередной разрушительной атаки бойца из Розамаса. Айк Даниилян, кстати, в феврале сам оформил нокаут на турнире Мираль 5-6. Тогда он бился в главном поединке вечера против Багекера Косяна. Снова скользит Даниил Цирионов. Тогда, Айк, ты явно шел за досрочной победой. И чувствуется, так заряжался именно на то, чтобы уйти из ринга побыстрее. На самом деле быстро из ринга уходить не хотелось. Потому что в ринге я чувствую себя хорошо. Как дома. Как дома, да. Но был нацелен на нокаут, да, все верно. И когда попал первый раз тогда по сопернику, то есть уже почувствовал кровь, понял, что не отпустишь. Ну да, почувствовал, что попал по печени. И соперник задушал. И тогда я уже понимал, что одна слабая точка как бы у меня уже на прицеле есть. Искал другие точки. Как бы вроде нокдаун был и в голову тоже один я успел сделать. Но был нацелен все же на печень. И мы готовили эту печь. Даниил Цирионов тоже пытался в раунде по номерам 2 завершить все нокаутом в печень. Но все-таки выжил Николай Дрихлов. Продержался он до конца второго раунда. Впереди решающий третий раунд. Вот тут здесь, наверное, даже не стоит рассуждать о том, кто выигрывает по очкам. Конечно же, Даниил Цирионов забрал и первый, и второй раунды со счетом 10-8. Сейчас только победа нокаута может помочь Николаю Дрихлову перевернуть сценарий этого поединка. Потому что, конечно, по очкам бой от него уплывает. Анна Карева сообщила Даниил Цирионов, что это заключительный раунд. Чуть ранее она тоже самое сказала Николаю Дрихлову. И это не какой-то сарказм от рэфери. Действительно, бойцы и их секунданты в горячке бой могут забыть, сколько раундов остается в конце. А у тебя, кстати, один раз в жизни было, что ты выходил на раунд и не понимал, какой он по счету? Нет, конечно, что нет. Такого не было. Видимо, пропускал недостаточно сильно. Слава Богу. Это точно. Так, похоже, что Николай Дрихлов не сможет выйти на третий раунд. Он не поднялся с табуретки. И Даниил Цирионов готов принять кубок победителя. Айк, экспресс-комментарий от тебя по итогам этого боя. Что получилось у Даниила Цирионова и что не получилось у Николая Дрихлова? У Даниила получилось практически все. Все, что он, скорее всего, готовил и задумал. И в кличе он переиграл. И удар на технике. Молодец, так держать. Я уже говорил вчера на озвешивании, что у Даниила что не бой, то зрелище. Парень красавчик, хоть ему и 17 лет, но реально дерется как настоящий мужик. Мужик имеется в виду категория мужчин с 18, да? А у бойца из красного угла, у Цирионова, пускай поправляется по скорейшему восстановлению ему. Ему надо было просто двигаться. Он заставился, рубился с бойцом, у которого...